Если стихия повредила автомобиль, прошедший в среду в Иванове ураган за несколько минут нанес ущерб на миллионы. Было повалено около 150 деревьев. Рухнули десятки заборов, погребя под завалами припаркованные машины. Не все автолюбители знают, что в таких ситуациях делать. Юристы поясняют, несмотря на то, что каждый случай уникален, есть определенный алгоритм действий. Первое и самое важное – заручиться доказательствами. Важны фотографии, видео, показания по меньшей мере двух свидетелей и, конечно, протокол от сотрудника полиции. Вопрос компенсации в этом случае будет решить намного проще. Следующий шаг – это определение лица, ответственного за то дерево, которое упало. То есть это либо собственник земельного участка, либо управляющая организация, либо управление благоустройства города Иваново. После того, как данное лицо будет установлено, собственник поврежденного автомобиля вправе обратиться в экспертное учреждение для составления отчета об оценке. На осмотр автомобиля необходимо вызвать ответственное лицо. После экспертизы и подготовленного отчета ответственному лицу собственник автомобиля может предъявить претензию. Если в добровольном порядке вопрос не будет решен, потерпевший водитель может обратиться в суд. Необходимо определить ряд факторов. Это был ли автомобиль припаркован в зоне действия знаков, запрещающих парковку или стоянку на данной территории. Также удовлетворение требований будет отказано, если ответчик докажет, что он регулярно осматривал дерево, выявлял и устранял какие-либо факторы, влияющие на его прочность. В таком случае также придется собственнику за свой счет производить ремонт автомобиля. Сложнее всего тем собственникам, на чью машину рухнуло дерево. А вот водителям, на чьи автомобили упал, скажем, забор, получить компенсацию, вероятно, будет проще. Как правило, в этом случае виноват не столько сильный ветер, сколько ненадежная конструкция, а значит и ее владелец.